Привет всем! Вчера я побывала на единственном в Петербурге спектакле настоящей пекинской оперы «Король обезьян». Давали его в мюзик-холле. Поскольку у меня была возможность попасть за кулисы, расскажу, что там творилось, пока зрители собирались в зале. Приехала в Питер вся труппа пекинского театра, 58 человек. Вот это артисты, играющие обезьян. Они в желтых пекинских костюмах, а лица раскрашены в бело-красные цвета, как у спартаковских болельщиков. Почему именно так, мне никто объяснить не смог, но это многовековая традиция. Артисты разминались и кувыркались, потому что хоть это и опера, но в ней и поют, и декламируют, и показывают цирковые номера, и даже владение восточными боевыми искусствами. Многие артисты занимаются своим делом с 6-7 лет. Впрочем, начинается пекинская опера, как европейская, сувертюры. Оркестр сидит сбоку и играет на инструментах, многие из которых просто непривычны для нашего уха. Об основном правиле, которое надо соблюдать зрителям, мне рассказала замдиректора театра Циньянь. Аплодисменты должны звучать не в конце действия, как это принято у европейцев, а после каждого, на ваш взгляд, удачного номера. И артисты могут решить, что что-то не так, если они не услышат аплодисментов и возгласов «Браво» или «Хорошо». В истории, которую представляли китайцы, можно было разобраться, прочитав тексты на специальных экранах. В основу положена древняя китайская легенда о короле обезьян. Вот это и есть король обезьян. На главном уборе у него прикреплены длиннющие перья какой-то птицы, и он виртуозно двигал ими просто завораживающее. И, честно говоря, я даже не поняла, положительный он или отрицательный герой. Но рассказывалась история, как он обманул нефритового императора, и тот решил его арестовать. Каждый раз, когда играется эта история, рассказали китайцы, концовка у нее разная. Но в Петербурге они решили, что король обезьян благополучно избегнет наказания. К слову, с собой китайцы привезли множество костюмов и всевозможного реквизита. Переодевались и гримировались они прямо за кулисами, и тут же бежали на сцену. Чувствуется, что весь механизм оперы у них невероятно четкий и отлаженный. Ну вот такие впечатления. Очень ярко, весело, а в такую пасмурную погоду просто самое лучшее средство от простуды и плохого настроения. Так что, если будете в Китае, непременно рекомендую.